Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня на Арча-Медиа мы будем обсуждать дело о ликвидации клуб-медиа, который октябрьский район, 10 февраля, и это у нас в гостях на линии клуб-медиа Айда Иркибаева. Айда, добрый вечер. Здравствуйте. Давайте сначала поговорим вообще, на чем был, насколько я помню, эпопея судом и клуб-медиа начинается, в принципе, где-то с лета 23-го года, да, и это очень интересно, какое-то, можно сказать, абсурдное решение было о том, что вы не работаете по своему уставу, да. Давайте вообще сначала расскажем, в чем заключается предприятие органов власти КПАМ, почему вообще решили открыть дело против клуб-медиа. Вообще, по законам Кыргызской республики, регистрироваться как медиа должны только телевидение и радио. Интернет-медиа не обязаны регистрироваться как СМИ, именно поэтому сейчас есть проблемы с законом Кыргызской республики, который хочет все сайты регистрировать. Даже если это за тык-медиа, у которого есть радио, это не зарегистрировано как СМИ, якобы свой сайт они должны регистрировать. Так вот, согласно действующим законам, ни клуб, ни кактус, ни другой интернет-медиа не должны, не обязаны регистрировать себя как СМИ. То есть мы законов не нарушаем. Но у прокуратуры есть претензии по этому поводу, они считают, что у нас проблемы с уставом, хотя это не так. Из-за этого они хотели нас ликвидировать, до сих пор хотят. Но для того, чтобы продвинуть эту идею, они использовали экспертизу, сделанную еще в 2022 году, по ряду материалов, перечислили в основном статьи о выборах. То есть у них были, например, претензии к статье, наши предатели за выборами, вот такой посыл был статьи, никакой критики власти не было, просто о том, как классно работали волонтеры на выборах. Вот эта статья тоже была там. Кроме того, они недовольны нашими материалами, якобы за критику власти и так далее. Порой критика там есть, и она по делу. Например, среди перечисленных материалов был материал Кирикейджи. Кроме того, уже на суде они прибавили, ну мы узнали, что они прибавили еще один материал, материал Башта, который был о том, что согласно Киргызской Конституции, все мы имеем право на митинг. Все мы имеем право выйти на митинг, с этой точки зрения быть чем-то недовольными. Но нам митинги запрещают. И вот ссылка на Конституцию, все мы власти построили. Вот так. А как это имеет к вам отношение? Потому что мы, 24КГ у нас появилось, я не знаю, а вот Башта мы перепачивали, потому что он на целиком полностью согласен с посылом материала, и мы сами всегда вкладываемся на действующие законы. Вы согласны Конституции, да, можно сказать? У нас вообще прежняя Конституция была прекрасной. Это моя любимая книга. В ней было очень много интересных деталей. Я искренне окречена, что ее изменили. Что касается этой экспертизы. Мы знали, что что-то происходит, что там что-то изучают, что-то возбуждают, но подробностей не было в 2022 году. И вот только, получается, в этом году мы узнали, что есть эта экспертиза, мы ее прочитали. Мы ужасно смеялись, потому что там абсурдные доводы. Более того, в самой экспертизе не указано зачастую, о каких материалах идет речь, какие-то общие термины, какие-то факторы, которые вообще не касаются клопа. И это потом выяснилось на суде тоже. И в целом на суде, знаете, было два суда. На первом суде было четыре человека. Одна женщина, трое мужчин. Женщина сказала, что у нее нет претензий к клопу. Один мужчина, по сути, сказал, что экспертиза никакая. Но у него были личные претензии к клопу. Понимая, зачем это озвучивает, на суде. Он был не согласен с тем, что мигранты выплачивают большую часть. Ну, на мигрантах держится экономика Кыргызстана. Ему не нравилась эта статья, он был с ней не согласен. Что присылались на статистику, в том числе над Статкома, претензии к государству. И два эксперта, которые абсолютно не были подготовлены. И, по сути, признали, что у них нет места, данных, у них нет ничего. И они ничего не делали. На второй экспертизе были три женщины. И их беда в том, что они были более харизматичные, чем двуялых мужчин на прежнем заседании суда. На этом суде мы услышали такие яркие высказывания, как «в светской стране нельзя критиковать власть», что «освещение информации, любое информацию» – это информационный терроризм. Сказала экспертесса Челкун Абдулаева, который называет себя действующим лечащим врачом. Я искренне чувствую ее пациентом. Потому что, согласно ее формулировке, получаются информационные террористы, не только журналисты, а и президенты, потому что они тоже информируют у нас информацию о событиях, которые происходят с президентом. Ну и самый большой удар нанесла Жанна Караева, потому что у Тереховой, которая говорила, что в светском государстве не должно быть критики власти, у нее не очень однозначно репутация. Выступающая Челкун Абдулаева тоже не была ярко эрудированной, чтобы запомниться. Запомнилась Караева, потому что у нее была хорошая репутация до этого заседания суда. И она прямо обвинила, я не знаю, насколько мне кулуарно известно, она не совсем была согласна с материалами в экспертизе, но она руководитель Тереховой, и поэтому присутствовала на суде. Но на суде она сказала то, что сказала. Она поддержала экспертизу, в том числе заявила, что у нее была такая претензия, что вот вы, клуб, не публикуете развлекательный контент. Я могу ответить, что семь с половиной часов этого суда были прекрасным развлекательным контентом, потому что я семь с половиной часов смеялась. Мне кажется, как раз таки время, чтобы посмотреть выступление, вот у нас есть видео выступления экспертки Тереховой, как раз таки о том, что в светском государстве не должно быть критики власти. Давайте посмотрим это видео сначала. То есть, по вашему мнению, есть негатив, со СМИ должен быть убран, да? То есть, вот смотрите, жесткая критика, жесткая критика власти СМИ. Ну это нормально? Нет, не нормально. Не нормально. То есть СМИ не должны критиковать власти? Нет, не должны. То есть каких этапов? Ну, я считаю, что в каждом светском государстве не должна быть критика, так скажем, власть. Причем тут светская критика? Ну как это причем? Вы говорите в светском. Да. Ну а мы живем в светском государстве. Ну да. Ну почему вы приводите, скажем, светское государство? Почему там, к примеру, неправо в городе государство? Нет, а почему? Проискортирия. Я считаю, что критика не должна быть власть. Вот если смотреть, мне тоже очень интересно было это выступление, потому что я всячески пыталась связать светское государство, критика власти и СМИ. Где они как-то соприкасаются? Как вы вообще, как, а может быть, другие эксперты, может быть, адвокаты прокомментировали? Может, вы сами как прокомментировали бы это такое? Все эксперты говорили о разной степени бредовости, и я очень сочувствую нашим адвокатам и одновременно восторгаюсь ими, потому что они были абсолютно спокойны и говорили с экспертами, как с маленькими детями. Они пытались навести их на то, чтобы те все-таки предоставили какие-то доказательства. Вот этот потрясающий тембр голоса Нурбека Садыкова, который говорит экспертам, ну, как же светское государство может быть связано с этим? Ну, может быть, у вас есть, вы говорите, что у ваших пациентов сексуальная аномалия из-за Клопа, но, может быть, у вас есть статистические данные, может, какие-то данные, может, хотя бы один пациент дал вам данные, пришел из-за Клопа, нет, нет. В итоге получилось, что не было данных по Клопу, но они ссылались, но это касается всех СМИ. В беседе стало понятно, что данных по СМИ тоже нету, и, конечно, аргумент буквально каждой из эксперток в этот день суда был такой, я вам говорю, значит, так и есть. Более того, даже прокурор выступил в защиту одной из эксперток Жанны Караевой, сказав, что не надо ее критиковать, у нее 25 лет опыта, но у меня 15 лет опыта в журналистике, давайте тогда я скажу, чтобы меня не критиковали, если я буду запускать ошибки, да? Да. Ну, на всякий случай, для зрителей мы скажем, что светское государство – это государство, которое отделено от религии, какого мы являемся, по нашей Конституции, и это никак не соотносится с критикой власти и ни в коем образом со СМИ, да? И вот кроме этих последних очень интересных судебных процессов у вас были до этого тоже, насколько я помню, потому что судебные процессы начались с сентября этого года, прошлого года, получается. Мы оспаривали блокировку, мы спорили с Миньюстом, но в целом понятно, что все идет к одному решению против нас, даже не потому, что мы клоп такие, мы не нравимся кому-то там. Нет, потому что идет такая тенденция в Кыргызстане, что абсолютно все СМИ проигрывают судах, даже если все дела высосаны из пальцев. Бывает, когда манипулируют каким-то делом, знаете, давя на больное аудиторию, чтобы та поверила, что кто-то из них виноват. Бывает, они включают старые связи, например, кактус и вечерка, да, что вечерка снова и снова начинает давить кактус. Это не первый раз, когда Рябушкин пытается давить кактус меди. Но был суд по Азатыку, даже тогда, когда там представитель Минкульта признал, что он в целом не прав, решение было по Азатыку, вы сами знаете какое, что они выступили против Азатыка, суд выступил против Азатыка. Так что мы понимали, что суд выступит против КОПа, но просто обычно суды длятся дольше. В этот раз, вы сами видели, суд прошел просто супербыстро, ну, в плане супербыстро. Они просто все смели в один день, поэтому был устал адвокат, был усталый прокурор, был усталый судья. Прослушивать бред, это, наверное, все-таки тяжело. Еще Нурбек Садыков, после судебного разбирательства, после вынесения решения судом, он говорил о том, что не были вызваны эксперты, эксперты, которые с вашей стороны были. Насколько другая экспертиза соответствовала той экспертизе, которую предоставляли со стороны государства, можно сказать? Ну, со стороны государства была довольно абсурдная экспертиза. Более того, в самой экспертизе, если вы помните, мы публиковали на сайт соцсети, кто был автором экспертизы. Там было, по-моему, четыре человека, может, больше. Но там не было некоторых экспертов, которые в итоге пришли на заседание суда. Зачем было их звать, если их не было в экспертизе, я не понимаю. В итоге их репутация пострадала в медицинском сообществе, потому что все услышали, какой бред они поддерживают. Но да, они не просто там... Ну, конечно, здравая экспертиза, потому что должна была быть не психиатрическая экспертиза, где, как на картах того, председатель говорит, будет ли стрессовать читатель или не будет. Ну, извините, у нас инфляция, у нас бедность, у нас есть преступность, у нас много разных проблем. Одни решаются, другие не решаются. Вот это тоже может стать причиной психиатрических заболеваний и сексуальной аномалии. Но мы же не подаем суд на государство, не так ли? Не пытаемся ликвидировать государство, потому что это абсурд, это реальная жизнь, и люди должны мочь в этой жизни проживать. Должна была быть лингвистическая, психиатрическая экспертиза, и скорее лингвистическая. Но вы знаете, что эксперты от государства лингвисты тоже очень сомнительные. Лингвистическая экспертиза подтвердила бы такой-то посыл, такой-то материал и так далее. Но в любом случае тогда экспертиза должна была быть буквально построчной, по материальной. В каждом материале выделялись бы какие-то графы, какие-то отделы, говорилось бы вот это, значит, вот это. Они хотят сказать так. Ну, вы сами видели, экспертиза была очень смешной. И даже что-то делали в итоге на суде, потому что они не подготовились, какую-то плохую ксерокопию принесли. Более того, они принесли дополнительные материалы на диски. Потом в суде пришлось искать кабинет, в котором был старинный компьютер с дисководом, ходить туда с судьей, смотреть там это видео, это как раз было видео и так далее. Ну, то есть неподготовленные эксперты от государства были. Они не старались довести дело до ума, сделать его таким, чтобы судье было легче выносить приговор и говорить, видите, вы не правы. Приговор судья выносил просто на свою совесть. Брал грех на себя, так сказать, что да. Несмотря на весь этот бредовый день и заявления в стиле «У меня нет доказательств, у меня есть мой опыт», я принимаю решение, что ОФ-клоп – это одна из частей клопа, что эту часть нужно ликвидировать. Как раз таки там было озвучено мнение о том, что Клоп постоянно и только публикует новости, которые резко критикуют власть, дискредитируют власть и показывают власть негативным характером. Как журналисты, насколько это правда и почему, да, если они, ну, как можно так оценивать в СМИ, которые, в принципе, как-то статируют факты просто, вот это вот произошло, да, вот это можно, по вашему мнению… В том числе иногда читатели говорят, что вот, ну, на самом деле вы же пишите много негатива, ну, а то у нас вафельно прекрасная жизнь, на улице бродит единороги. Задача журналиста – писать о проблеме, о проблеме, чтобы государство могло решить или чтобы люди могли ее решить. Например, мы делали материал у матери-одиночки, которая воспитывает двух детей с инвалидностью. Это материал о проблеме, это отчасти негативный материал, потому что мы рассказывали, что у нее есть проблема, но она была такой потрясающей и вдохновляющей, что люди писали ей комментарии, говорили, какая она прекрасная, а потом они захотели ей помочь. И так мы добились того, что проблема была решена отчасти. Была история с маленькой девочкой, которая болела, по-моему, такое им ее звали. Мы делали видео про нее, это была тоже история о проблеме. Ребенок болел, ребенку нужно было лечение. Люди решили эту проблему, они собрали деньги. И также журналисты, расследователи вообще любые, могут сказать, что какая-никакая реакция, но есть. То, что сейчас происходит с Реймом и Троимом, это тоже отчасти реакция на многочисленные расследования. И более того, даже взяв эти расследования, можно по-просам проверить, какое имущество уже забрали, а какое имущество еще не забрали. Это задача журналистов. Писать о проблеме, чтобы ее решили, или писать о факте. Факты бывают разные, и позитивные, и негативные. Победила Тенебекова, это факт, мы пишем об этом. Произошел такой-то факт. Получила ученая Сердбаева грант, мы написали об этом. Сердбаева получила грант, это прекрасный факт, да. Но такое дело, что новостей негативных тоже много. И в пику экспертом, которые говорили, что у нас нет развлекательного материала, ну не знаю, я познакомилась с чехом, который переехал в Кыргызстан, чтобы делать кыргызские луки. И это очевидно развлекательный материал, потому что это не новость, не проблема, скорее всего, факты развлечения. То есть очевидно, что мы публикуем не только критику чего-то. Что уж говорить, абсолютно наибольший ньюсмейкер в Кыргызстане, это разные министерства, в том числе министерства внутренних дел или МВД, они дают нам статистику о преступлениях, мы пишем о статистике преступлениях, мы делаем анализ этой статистики, мы проводим даты исследования по данным, которые мы получили. Даже расследования и какие-то исследования, мы брали данные из открытых данных, то есть это государственные сайты, которые публиковали это, и говорили, что мы высосали откуда-то проблему, мы взяли то, что лежит прямо перед нами. Можно сказать, цифровые акварины. Вообще, насколько я помню, очень долгое время длится не только травля со стороны судей и других правоохранительных органов, но и кибератака со стороны каких-то, можно сказать, со стороны разных сил, в сторону клопа. Вообще, с какого, примерно с какого времени таких материалов началась? Вот эта травля, призыв к ненависти, ко всему, что происходит в соцсетях. Часто комментарии, какие-то неизвестные люди приходят и пишут, какие-то вещи очень неприятные, можно сказать. Чаще всего это фейки. Я сама являюсь фейкоборцем, то есть я человек, который ведет базу данных фейков, передает их мета, добивается их удаления. Всем привет, фейки. Я этим впервые начала заниматься в 2019 году после выхода расследования Матроинови. Я тогда находилась в декрете, у меня было очень много свободного времени. Я просто вычисляла фейков в комментариях и писала им, что они фейки. Так мы приучили свою аудиторию, научили ее опознавать фейковые аккаунты. То есть я писала не просто, что ты фейк, я писала, что ты создан тогда-то, у тебя украдена фотка того-то, у тебя в друзьях вот такие-то фейки, вы друг друга лайкаете. Я объяснила всю систему, но это я делала для себя, потому что меня раздражали такие аккаунты, меня раздражали, что мнением кыргызстанцев манипулируют. Впоследствии медиа-организации в Кыргызстане начали бороться с фейками, связались с мета. Мета был удивлен, Фейсбук был удивлен вообще тем, что у нас настолько сильно развит рынок фейков, вынуждена признать, что у нас фейков по вот этой теме с Матраиловым, вдохновившись этим, в том числе, потому что это был довольно успешный кейс, они были яркие, активные, начали набирать буквально все, даже политики, которые вызывали симпатию, у них были, может быть, не у них были, да, мы не можем так говорить, мы можем говорить, что были фейки, которые их продвигали. И да, в какой-то момент фейки, после выхода расследования фейки отравили всех журналистов, все СМИ, причастные к расследованию Матраимови, в том числе, образовали к актам насилия. Все, что было связано с Матраимовым и фейками, они очень были активны долгое время. Например, в такой период в Фейсбуке были активны две группы, одна называлась «За Реймбека Матраимова», другая называлась «Против Азатык», и админные были одни и те же. И в том числе фейковые аккаунты. И вот в группе «Против Азатык» они призывали закрыть Азатык, в то время, вы помните, были митинги против Азатык, туда выходили депутаты, там угрожали побить журналистов и тому подобное. Блогер Эльмбек Исраилов там тусовался, который сейчас успешный блогер. Это уже было позже, это уже было позже. Но вот так это переходило из онлайна в Реал, когда продвигали законы об иноагентах, в том числе пришли к зданию клопок, к зданию кактуса. И в том числе этот Эльмбек Исраилов буквально на камеру сказал, что он кинет зажигательную смесь в офис Азатыка и подожжет. Это, извините, объявление теракта. И ничего ему за это не было, потому что на суде, по-моему, или в правоохранительных органах сказали, что не мог посмотреть видео с этим признанием. Вот так. Но да, есть большая каста фейков, как в Инстаграме, так и в Фейсбуке. Более того, есть аккаунты в Телеграме, которые занимаются тем, что пишут под новостями всякие злачные комменты. Кроме того, есть Телеграм-каналы, в которых сливать какие-то интимные видео, какие-то подслушивающие видео. Есть канал в Фейсбуке, по-моему, называется «Провокатор», что-то вроде такого. Он публикует чисто прослушку журналистов, причем отредактированную, прослушку политиков, интимные видео и тому подобное. Сейчас научились фейки не кидать интимные видео в ТикТок и Фейсбук, потому что там можно заблочить их за это вообще к чертям собачьим. Они намекают на то, что у них есть, и кидают ссылку в Телеграм-аккаунт. Причем травляет такой. Подвергаются не только журналисты, но и любые несогласные политики. Например, Емельбек Каптагаев выступил против смены флага, а потом слили, что он якобы с любовницей где-то шастает. Телеграм-аккаунт начал прорабатывать электорат, электорат начал говорить, что, блин, он классный, и сразу слили про него интимное какое-то видео, и намеки на него пошли. Я такое никогда не смотрю, я сразу блокирую из уважения к личной жизни людей, которые не являются моими объектами внимания. И, по вашему мнению, в принципе, кто стоит за этими фейками на сегодняшний день, которые именно занимаются кибербуллингом журналистов и флог-медиа в целом? Согласно тем же материалам моих коллег из других витаний, или информации, которая входит кулуарно, говорили о том, что есть в КТРК отдел, который может этим заниматься. Есть, но я могу сказать так. Есть куча фейков разных, которые в то же время публикуют не только новости об основном государстве, государя и его приближенных, новости не только с травлей оппонентов власти журналистов, но и конкретные новости отдельных сайтов. Это такие, я бы сказала, мусорные сайты. Вы даже их не читаете, не знаете их существование. Односложные названия, коротенькие. Но они упали кучу-кучу, чтобы в интернете казалось, что очень много поддержки у власти или у каких-то политиков, которые куда-то избираются и тому подобное. И вот их ведут фейки. Более того, в этом году начали преследовать журналистку. Я забыла ее имя, простите. У нее была свадьба к кыргызской СМИ. Ее подозревали в свое время в том, что она связана с Эмбеком и Троимом. Более того, ее сотрудница... Назар Ньюс. Назар Ньюс, да. Ее сотрудница слила нашим расследователям данные, подтверждающие, что вот у них была какая-то база фейков, что-то они отчитывались, кого они обхаяли, кого не обхаяли. В этом году ее прижали, как сказали, что прижали ее за сжигание розни или чего-то там. Но, по сути, тогда просто давили матроимовские кадры. Но другой матроимовский кадр Дейльбеку Румбеков успешно работает в аппарате проявительства. И его тоже связывали с фейками не раз. Стоит отметить, что он это отрицал. Как вы думаете, какая была реакция общества, международного общества на закрытие клуб-медиа? В принципе, в последнее время в Кыргызстане происходит очень сильное давление на свободу слова, в том числе один из задержанных журналистов и журналисток. И до этого были попытки закрыть многие другие СМИ. Какая была на это реакция? И со стороны его общества, и со стороны международного общества. Стоит отметить, что клуб не закрыт. Клуб — это несколько организаций, сосуществующих вместе. И власти хотят ликвидировать официальный фонд, общественный фонд Клуб-медиа. Это одна из организаций. То есть для того, чтобы ликвидировать весь клуб, нужно поэтапно ликвидировать все организации. И если все будет по закону, то это будет достаточно долго. Если это будет не по закону, то это будет немного быстрее, но все равно не быстро. Так что работе Клуб-медиа это не мешает. Немного какие-то препоны, неудобства возникают. Но в целом мы же интернет-медиа, мы не телеканалы, не радио. Нам гораздо легче работать, тем более пока в Кыргызстане есть социальные сети, и пока они не запрещены. Международные организации отреагировали, конечно, негативно, потому что в целом их удручают то, что Кыргызстан так быстро деградирует в отношении свободы слова и прав человека, потому что все-таки все эти годы в Центральной Азии Кыргызстан был страной, куда могли бежать гонимые узвеки, казахи, туркмены, таджики и так далее, куда они могли бежать и надеяться, что их права будут соблюдать. Они могли подать на беженство, они могли платить здесь налоги, жить, работать. Потом Кыргызстан начал выдавать этих людей странам, продал буквально Архана Инанды, нашего кыргызстанского потрясающего учителя, который сделал большой кыргызстанского образования. Так что уже тогда понятно было, что все сгущается. Все эти законы, вы сейчас видели письмо президента Блинкену, которое довольно недипломатичное, хотя кому-то понравится. Некоторые люди любят маскулинные вот эти жесткие движения, хотя у нас в политике, я думала, что за маскулинность отвечают все-таки Кунчебек-Нашиев. Ну вот он довольно дерзко ответил Блинкену какие-то просто резкие заявления, что показывает, что, скорее всего, не стоит ждать Западу, Америки, любой стране мира, востоку, югу, северу, кому угодно. Никому не стоит ждать того, что Кыргызстан внезапно отпустит журналистов и не будут принимать неприятные законы. Закон о биноагентах примут, закон о СМИ примут, запретят любые издания, которые не целуют власть в задницу. Потом будут запрещать и эти издания. Журналистам про властных каналов я бы хотела предложить посмотреть замечательный фильм, вообще это комикс Алана Мура, но посмотрите, «Ви» значит «Вендетта», да? Про неофашистское государство, где провластные чиновники и журналисты думали, что им ничего не будет, если они будут поддерживать власть. Посмотрите, что с ними случилось. Заодно можете прочитать от 1984 «Орола». Да ладно, можете просто Гарри Поттера посмотреть и посмотреть, что там случилось с чиновниками, которые делали вид, что всё нормально при Волон-Доморте, и что случилось с журналистикой в волшебном королевстве. Вас это тоже коснётся. Это коснётся не только независимых СМИ. Независимые СМИ, что бы ни произошло, они сохранят свою репутацию. Они могут работать извне, они могут как-то переадаптироваться. У тех, кто работает на государство и продвигает репрессии, такой репутации, увы, нет. Более того, мы видим по этому заседанию суда, человек с замечательной репутацией пришёл, прочитал дебильную экспертизу, полностью её поддержал, и теперь репутация отрушится к чертям собачьим. Айда, у меня ещё один вопрос про то, что каждый раз, когда в Кыргызстане происходит перевороты или революция, кто-то хочет, может, так её называть, мы всегда привыкли обвинять и, скорее всего, наказывать тех людей, которые стояли в вышке власти. Но при этом как раз-таки не кажется, очень показательно было, когда судья, который осудил, принимал решения по делу Садыра Джапарову, потом то же самое делал со следующими оппонентами власти уже при Садыре Джапарове. Как вы думаете, какие должны быть ответственности исполнителей вот таких решений, включая экспертов и эксперток, которые делают такие экспертизы судей или каких-то представителей и правоохранителей? Они должны нести репутационные риски. На данный момент я вижу, что какие-то репутационные риски они несут. Я вижу рассуждения в медицинском сообществе, что в психиатрии вообще стоит врететь, участвовать в таких экспертизах, потому что они дискредитируют медицину. Я вижу, как разные международные доноры, которые сотрудничали с сферой психотерапии и психиатрии, говорят, что они не будут сотрудничать с такими экспертизами, потому что теперь сомневаются в их компетенции. То есть они несут какие-то репутационные риски. В целом не то, чтобы судья должен нести какую-то ответственность за свое решение. В целом просто нужно обеспечить суд независимостью. Когда суд будет независимым, тогда он сможет работать нормально. Как сказала судья Клара Сурункулова, судьи рабы, и они были рабами не только при Садыре Джапарове, но и при других президентах. В очень короткие периоды они могли как-то свободно работать, и если их решения не нравились государству, к ним спускали куратора сверху, который на них орал и им что-то диктовал. Я думаю, что судьи очень хотят нормально работать. Даже в суде против Азатык вы видели, с каким лицом судья произносила приговоры против Азатыка. Она как будто бы... Может быть, я ее награждаю благородством, но в ней нет. Но мне видело, что ей всеми фибрами туши хочется вообще ничего здесь не делать. Да, судьи бывают разные. Если судья отпустил преступника, который насиловал людей многократно, наверное, его стоит к ответственности призвать, как было в Высокольской области с насилием отношения девочки, когда судья, подозреваемый сам в насилии над другой девушкой, вот такое решение принял. Так, наверное, когда преступников, убийц, насильников отпускают, нужно призывать к ответственности. А когда это такие репутационные решения касательно свободы слова, касательно чего-то еще, где нет той темы, что судью подкупили, скорее всего, на судью надавили свыше, я не знаю, как наказывать или стоит ли наказывать. Я думаю, что судьи просто должны быть независимыми от власти, что президент не должен иметь какую-то власть в отношении судей. Тут хороший пример, знаете, в США. Не потому что мне так сильно нравится США и так далее, а потому что мы знаем, что там есть независимый суд, который может отменить приказ действующего президента, потому что этот приказ не соответствует Конституции. Они могут подать в суд на политика любой важности, любой величины, и суд, если посчитает необходимым, рассмотрит. То есть там видно, что у судей больше компетенции, больше возможностей. И при этом у них же есть вот это вот два политических течения, условно, которые лидируют. Там среди судейной коллегии, среди судей и среди принимающих решения людей есть представители и той, и другой сферы. То есть ты не можешь сказать, что, ага, конечно, это все в угоду вот этим, извините, там обычно равное число этих и тех. Так что суд может позволить себе быть независимым от каких-то политиков. Мне бы очень хотелось, чтобы в Кыргызстане был независимый суд. Мне бы очень хотелось, чтобы в Кыргызстане были независимые правоохранительные органы. Потому что мне очень горько наблюдать, как люди, которые пришли бороться с преступностью, а все-таки многие из них пришли бороться с преступностью, вынуждены задерживать бабушек за комментарии в Фейсбуке. Им это тоже не нравится. У нас, к сожалению, время приходит к концу. И последний вопрос. Каковы ваши следующие шаги? И давайте коротко расскажем зрителям, зачем нужны независимые медиа для Кыргызстана и в том числе для властей тоже. Зачем нужны они? КОПа даст апелляцию против решения суда, и мы будем смотреть, что будет происходить дальше. Зачем нужны независимые СМИ? Для того, чтобы мы вычисляли какую-то шагу, которую государственные могли не заметить. Такие же дела у государства нет 158 глаз, и власти не могут заметить все проблемы. Власти могут не знать, что вон там-то есть групповой насильник, или что вон там школу вообще-то деньги по государству выдали, а деньги до сих пор не пришли, и школа три года не подчинена. Об этом сообщают журналисты. Журналисты сообщают о ваших проблемах. Поэтому вы нам пишите, рассказываете, что вы столкнулись с несправедливостью. Мы находим для государства все пруфы. Мы делаем расследование и вставляем туда. Там буквально есть ссылки, по которым можно сказать, и по сути, охранительные органы должны быть нам благодарны, потому что мы за них сделали половину работы, оставшуюся на них. Если бы государство не воспринимало критику как врага, а воспринимало это как, ага, вот эту прореку я должен решить, тогда бы государство стремилось вперед, и тогда бы действительно на слоте не было проблем. Но для этого тогда придется отказаться от дорогих курток, от перелетов всей семьей в Милан, и всяких прекрасных радостей жизни, от которых, видимо, отказываться никто не хочет. Спасибо большое, уважаемые зрители. Мы сегодня обсуждали решение Октябрьского районного суда о ликвидатах Клоп-Медиа, и у нас в гостях была журналистка Клоп-Медиа Айда Иргибаева. Айда, и вам большое спасибо. Я ведущая перезадца Итурхан. До следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok